Здравствуйте! Азербайджан заинтересован в налаживании стратегического партнерства как со странами региона, так и с государственными членами Европейского Союза. Сотрудничество со странами Евросоюза развивается во всех сферах. Подписанная в рамках визита президента Азербайджана Ильхама Алиева в Латвию, совместная декларация о налаживании стратегического партнерства между Азербайджанской республикой и Латвийской республикой предусматривает постоянный политический диалог партнеров, содержит программу экономического сотрудничества, а также взаимодействия в сфере образования и культуры. Все проведенные в рамках визита встречи свидетельствуют о нацеленности двух стран на активизацию двухсторонних отношений. О дальнейших перспективах этих отношений мы говорим с послом Латвии в Азербайджане Юрисом Маклаковцем. Здравствуйте! Здравствуйте! Добро пожаловать в студию! Мы очень рады видеть вас гостем нашей программы. И начнем, наверное, с главного. Как бы вы оценили уровень наших двухсторонних отношений к моменту начала визита? Я уже неоднократно о этом говорил, что наши взаимоотношения, особенно на политическом уровне, я оцениваю на оценку отлично. И тот визит, который состоялся в июне месяце, показывает, что эти отношения в правде, они очень хорошие. И та дружественная атмосфера, которая прошла во время визита, свидетельствует тому. В то же самое время, когда мы говорим об экономических отношениях, я бы хотел сказать, что они должны подтянуться до того уровня, на котором есть наши политические отношения. Об этом также отметили оба наших президента, президент Вейонис и президент Азербайджана Ильхам Алиев, что мы должны делать все, чтобы эти отношения соответствовали бы нашим политическим отношениям. Поэтому и состоялся этот визит, где во время дискуссий, во время бизнес-форума, во время встречи с руководителями нашего государства обсуждались вопросы. И я очень надеюсь, что этот результат мы не будем долго ждать. То есть в первую очередь вы ждете развития именно отношений в экономической сфере? Да, вы правы. Непосредственно перед визитом президента состоялась межправительственная комиссия в Баку, где встречались два министра. Министры экологии Азербайджана и министры транспорта Латвии, где была сформирована соответствующая группа из экспертов, которые обсуждали вопросы по сотрудничеству в экономических и культурных сферах. И я думаю, тот бизнес-форум, который прошел во время визита президента Азербайджана в Латвию, те представители бизнеса Азербайджана, которые прибыли, а это было 52 предпринимателя из различных отраслей, они все-таки добились того, чтобы те показатели в ближайшее время возросли бы. Я имею в виду, экономические показатели пошли бы вверх, и я думаю, мы должны это увидеть. Чем Азербайджан как экономический партнер интересен Латвии в первую очередь? Вы знаете, этот вопрос неоднократно был отражен в выступлениях нашего президента и президента Азербайджана, и вырисовывается непосредственно, если брать общие сказанные слова, то транзит. Это непосредственно транзит. И то, что мы знаем, что Азербайджан, в свою очередь, позиционирует себя как страну, которая соединяет юг с севером и восток с западом. И наоборот, соответственно, Латвия, в свою очередь, тоже является страной, у которой есть выход на море, выход Европейский Союз, и, соответственно, у нас очень хорошее воздушное сообщение, поэтому мы тоже позиционируем себя. Но тот объем перевозок, он недостаточен. Дальше сельское хозяйство. И, мне кажется, вопрос диверсификации, те, которые рассматриваются в Азербайджане, и те возможности, которые есть в переработке сельского продукции в Латвии, они дают возможность сотрудничеству. И этот тот вопрос непосредственно тоже рассматривался во время визита. Образование. Мы подписали договор по образованию. 150 студентов обучаются из Азербайджана в латвийских различных вузах. И, соответственно, мы хотим эти показатели поднять, мы хотим, чтобы больше студентов из Азербайджана обучалось бы в Латвии. И, соответственно, я бы хотел, чтобы представители или студенты Латвии были бы в Баку или в Азербайджане. Это тоже нельзя снимать с наших планов. Поэтому это тоже такое. Дальше IT, коммуникация. Самая развивающаяся сфера. Есть очень много проектов, которые Латвии очень хорошо себя рекомендовали и показали, не углубляя, может, детали. Я хочу сказать, что есть планы в ближайшее время привести некоторых специалистов, которые могли бы организовать сотрудничество в этих отраслях. Туризм. Туризм является основным таким фактором, который показывает народную дипломатию, где люди друг к другу ездят, путешествуют. И это является тоже хорошим способом для сотрудничества. И медицина, медицинский туризм, если уже развиваем, отрасль туризма и сотрудничество медицины. Это основные направления. Это основные направления. Но мы можем говорить о том, что сферы, которые были затронуты во время бизнес-форума, они более сторонние, многосторонние. Здесь есть один очень важный момент. На данный момент Азербайджан подписал документы о стратегическом партнерстве с 11 странами Евросоюза. И вот здесь будет одна цитата. Во время встречи, которые проходили во время визита президента Азербайджана в Латвию, президент Латвии Раймонд Веймис подчеркнул, что страна всегда поддерживала укрепление связи между Европейским Союзом и Азербайджаном. Чем интересно в Латвии расширение сотрудничества Азербайджана с другими европейскими странами и в целом с Евросоюзом? Вы знаете, мне кажется, мы живем в глобальном мире, когда сотрудничество и мирное существование, которое включает в себя как политические дела, как экономические отношения, как сотрудничество в культурной сфере и в других отраслях, это очень важно и не имеет значения, где находится страна. Поэтому есть проект такой, как Восточное партнерство, где Азербайджан является одной из стран. Мы всегда гордимся тем, что на Рижской конференции мы, когда председательствовали в Европейском Союзе, в Совете Европейского Союза, мы декларировали, что Восточное партнерство является одним из приоритетов Латвии во время председательства в Совете Европейского Союза. Мы как страна, которая в свою очередь с Азербайджаном были в одной общей стране, мы добились положительных результатов во многих отраслях, и мы хотим поделиться с вами. Мы хотим, чтобы те положительные моменты, которые мы добились, были бы и в вашей стране. Мы хотим, чтобы те процессы, которые идут по налаживанию мира в Азербайджане, они тоже достигли бы своих результатов, положительных результатов. Азербайджан — это страна, которая показывает очень хорошие и лучшие показатели на Кавказе во всех отраслях, говоря бы о экономике, о развитии страны, то есть в регионе самое-самое развитое. Поэтому есть интерес для сотрудничества, есть интерес для диалога, и поэтому мы заинтересованы работать. Во время переговоров, безусловно, одним из основных стал вопрос о разрешении Армяно-Азербайджанского на горно-карабахского конфликта. Президент Латвии подтвердил, что видит решение конфликта мирным путем, но на основе резолюции Совета безопасности ООН и прав и норм. То есть речь идет о территориальной целостности Азербайджана и о сохранении его суверенитета. Более подробно, что может сделать Латвия в плане разрешения этого конфликта? Как страна Европейского Союза, как страна, которая участвует в различных переговорах, в различных рамках. Я имею в виду ОБСЕ, я имею в виду Совета Европы, я имею в виду объединенных наций, я имею в виду других международных организаций, где есть право голоса и где мы можем высказать свое мнение, и где нас слышат, и где прислушиваются к нашему мнению. Мы как страна можем донести то, что мы считаем нужным, и это то, что озвучил президент, и то, что вы употребили, это официальная политика Латвии, и об этом мы говорили не только на этой встрече, это мы повторяли на протяжении многих лет, что мирное решение конфликта должно решиться и должно прийти к каким-то положительным результатам. То, что Латвия придерживается территориального суверенитета Азербайджана, и то, что этот конфликт должен решить согласно принятым декларациям объединенных наций, и, соответственно, то, что проводится в рамках Минской группы, то, что проводится в различных других диалогах, оно должно принести положительный результат. Мы добавляем свой положительный голос, мы подтверждаем, и я надеюсь, что те руководители международных организаций, которые принимают решение, они должны прислушаться и принять правильное решение по поводу положительного решения этого конфликта. Когда мы с вами буквально только что говорили о том, в каких сферах, какие сферы являются наиболее перспективными для развития сотрудничества, вы в том числе упомянули туризм. Тут надо отметить, что в ходе этого визита была достигнута договоренность о регулярных рейсах Рига-Баку и обратно. А чем интересен может быть Азербайджан для туриста из Латвии? Это многогранностью. Мы буквально недавно говорили, что Баку, это где очень жарко, где наступает ветра и наступает прохлада. То есть есть контрастность, появляется контрастность. Есть старый город, есть новый город. Вот сейчас я проезжал буквально, обратил внимание, как расстраивается белый город. Да, новый проект. Новый проект полностью. Есть современные здания и очень прекрасные, очень прекрасные старинные здания, на которых можно любоваться, ходя по Баку. И если это экскурсии, слушайте все те истории, кто в них жил, как это проходило. Есть море, есть, соответственно, возможность быть на море и быть в такой приятной атмосфере, как в старом городе или на торговой улице. Это все находится в близком расстоянии. Азербайджан – маленькая страна, где можно выехать, проехать, и ты находишься в прекрасном городе, в другом городе. То есть нет таких расстояний. И вы знаете, вот эти контрасты, где море, суша, где близость всего, где оживленные улицы, где много туристов. Это все мне где-то напоминает Ригу, где есть такая приятная, хорошая, хорошая атмосфера. И вот, я думаю, для латвийских туристов это пока что страна или город, который не так сильно знаком. И я стараюсь сделать все, чтобы это было бы знакомо для латвийских туристов. Это делает и посол Азербайджана в Латвии. В конце мая мы проводили тоже прекрасную конференцию, где собирали туристические компании. В сентябре мы планируем провести конференцию, где мы собираем собрать туристических компаний Азербайджана. С этой стороны может быть туризм больше в Ригу, но то же самое делает и посол Азербайджана в Латвии, который проводит соответствующие. То есть в Азербайджане есть что посмотреть, есть что покушать, еда, прекрасная еда. То есть это то разнообразие, ради которого стоит сюда приехать и посмотреть. Вы уже два года как посол в Азербайджане. И вот мы сейчас с вами об этом говорили, вы, отвечая на вопрос, заметили, что делается очень много для развития туризма и для сближения народов. Наверное, в том числе, потому что это одна из возможностей сблизить два народа. А вы видите реальные результаты вот за эти два года? Вы знаете, я хочу сказать, что да. Если даже два года назад я использовал тот же самый рейс Аэрбалтика и я видел, что он не заполнен полностью, то вот в течение июня я летал три раза туда-обратно. Я хочу сказать, что рейс более полный, чем пустой. Заполняемость, заполняемость этого авиарейса намного-намного улучшилась. И как вы правильно подметили, рейс, прямой рейс между нашими столицами, он должен быть в противном случае, не будет развиваться туризм. Если не будет развиваться туризм, мы не сможем развить и бизнес. Все начинается с маленьких вещей, с таких, как люди, знакомиться с людьми. И, соответственно, на этом они налаживают свои взаимоотношения, которые помогают им сотрудничать в бизнесе. И последний вопрос у меня будет к вам. Вот мы говорим о том, что, безусловно, налаживание рейсов, вообще развитие туризма, оно способствует сближению народов. А каким видится Азербайджан из Латвии? В Латвии проживает очень большая диаспора азербайджанцев, чем мы не можем гордиться здесь. В Латвии проживает приблизительно 2000 азербайджанцев, которые считают, по национальности считают себя азербайджанцами. Поэтому я хочу сказать, что Латвия хорошо знает Азербайджан, знает особенно поколение, то, которое жило в Советском Союзе, когда... Да, в одном государстве. В одном государстве, да. И мне кажется, я, может быть, это повторюсь, но, например, на нашем Рижском базаре, если вы видите гранаты, то на большинство на них написано, что это гранаты из Азербайджана. Азербайджан – это знак качества, в том числе для гранатов. Спасибо вам большое за очень интересное интервью и искренние ответы. Спасибо. Пожалуйста. Напомню, что мы говорили о перспективах развития Азербайджана-латвийских отношений с послом Латвии в Азербайджане Юрисом Маклаковцем. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин